Ну что же, и мы рады представить вам сегодняшнего нашего гостя в рубрике «Будь героем». Это организатор похода «Будь героем» школы 1476, учителя русского и языка литературы, Титинок Елена Александровна. Здравствуйте! Добрый день! Здравствуйте! Здравствуйте, ребята! Очень приятно вас снова видеть, знакомые лица. Заимно, заимно. Елена, я вот помню с нашего знакомства на семинаре, что, если я правильно все помню, ваша школа не носит звание имени героя. Но, тем не менее, вы решили принять участие в проекте «Будь героя». Расскажите, пожалуйста, почему вы приняли? Да, это интересная история. Наша школа действительно имя героя не носит, но получилось так, что ребята, активисты школьного музея, решили поучаствовать сами в этом проекте, а когда только они о нем узнали, как только Департамент образования его объявил. Они очень много занимаются поисковой деятельностью. С 25 июля по 7 августа они находились на вахте памяти. Она ежегодно проходит на бывшем Сторожевском плацдарме. И я случайно приехала в гости, познакомилась с ними там. Они предложили мне поучаствовать в этом походе. И когда речь зашла о герое, которого мы хотим выбрать, они сказали, что самым интересным для них стал, наверное, 19-летний москвич Игорь Панганес. Он совершил героический подвиг в районе села Каратаяк, пожертвовал собой. И, что удивительно, его боевой путь занимал всего 9 дней. Вот, собственно говоря, они заинтересовали меня этой идеей. И я поняла, хочу, чтобы поучаствовать не только в походе, но и в поисковой деятельности. Мне как-то и одно, и другое оказалось близко. Они настолько сжигательно об этом рассказывали. И, в общем-то, они дали даже возможность поучаствовать самой в поисковой деятельности, показать, как на Сторожевском плацдарме они отправляются на поля сражений и поднимают бойцов. Ребята принимают в этом непосредственное участие со взрослыми. Вот, например, в этом году они подняли 64 бойца и торжественно захоронили потом их в Сторожевском плацдарме. Это очень ухомно и никогда не остается без внимания. В общем-то делают это своими силами. И удивительно, там собирается большое количество людей, там есть и взрослые люди, и историки, и поисковики. И ребята вместе с ними выполняют эту функцию, и им действительно это ложится на душу. И как раз-таки они мне сказали, что будет поход в октябре и ноябре, и предложили мне с ними сходить. Ну, конечно, эта идея не загореться. Оказалось, сначала в лаборатории путешествия на семинаре, а потом стала руководителем данного похода. И последний этап даже поучаствовала в проекте учительского похода. Мы ходили в Краснодар, недавно совсем о нем рассказывал наш руководитель Владимир Михайлович. В общем-то так вот моя деятельность и закрутилась. Вот, я, кстати, хотела спросить по поводу руководства. Как получилось так, что именно вы стали руководителем проекта? У вас туристический опыт был, по-моему, только на семинаре, или вы ранее тоже ходили? Да, это абсолютно точно. Собственно говоря, когда я приняла решение поучаствовать в походе, школа предложила мне отправиться именно на семинар, пообещав замечательное настроение, 6 дней отдыха, так все прекрасно. Я, конечно, не ожидала, что это будет так сложно, но на самом деле интересно. И когда семинар закончился, я поняла, что я стала руководителем детского туристического движения. Ну, конечно, меня эта идея очень обрадовала. Я сразу включилась в деятельность. И спасибо руководству, которые не отвлекали меня никакими другими делами. Я занималась непосредственным проектом и отвечала именно за туристический опыт. И наш руководитель школьного музея, он занимался как раз патриотической работой больше. То есть на меня легла обязанность именно поход подготовить и провести с ребятами. Я очень хорошо запомнила то, чем у нас учили на семинаре, что самое главное – это безопасность. Это точно нам внушили. Я помню. Елена, скажите, пожалуйста, а как вообще проходила подготовка к самому походу непосредственно? Что вы с ребятами делали? Какие-нибудь этапы? Да, этапов было много. И что удивительно, подготовка к походу началась задолго и вообще до самой идеи. В принципе, ребята занимаются уже много лет поисковой деятельностью. И в архивах нашего музея хранится большое количество материалов о героях Советского Союза. Как только проект был объявлен, мы сразу решили к нему подключиться. И материал, в общем-то, был уже собран достаточно большой. Нам оставалось, наверное, только пройти по пути нашего героя, потому что у нас уже были архивные документы. Ребята до этого серьезно очень поработали не только на полях сражения, но и в различных архивах встречались с родственниками Игоря, которые тоже передавали документы, определенные письма Игоря, которые он отправлял с фронта и которые прислала ему мать. Потому что материал уже был, да, собран огромный. И, собственно говоря, нам захотелось подключить не только тех, кто работает в музее к этой деятельности, но и других ребят. Мы объявили конкурс. Правда, изначально у нас было человек 20 желающих, но многих, к сожалению, не пустили родители. Это был октябрь месяц. Они испугались, что погода будет не очень. Но, тем не менее, у нас погода была гораздо лучше, чем в Москве. С погодным очень повезло. Вот, поэтому мы и решили этот поход совершить. Да, потом дальше, конечно же, после того, как мы его завершили, все, что мы смогли собрать, плюс различные артефакты, но я немножко об этом еще расскажу позже, они пополнили наш музей. И дальше деятельность продолжалась по проекту, да, как бы поход не был последним звеном в этой цепи. Вот такая идея. Так это получилось. Слушайте, это очень круто, то, что ребята так горят этой идеей, то, что, в принципе, в школе даже целый музей есть. Потому что, действительно, правильно говорят, пока мы помним о наших предках, они живы и жива о них память. Вот. И благодаря вот таким вот замечательным моментам эта память будет передаваться дальше. И я так понимаю, что, поскольку ребята постоянно что-то новое узнают, то они расширяют и свои познания, и расширяют ваш музей. И, может, расскажете нам немножко, что же вам удалось узнать о подвиге? Ну, наверное, мне хотелось бы вообще сказать немножко об этом человеке. Может быть, с точки зрения какой-то глобальной деятельности, да, он, может быть, ничего такого не сделал, потому что его жизнь, его рудьба, его вообще проходило 9 дней. Собственно говоря, с 7 по 15 августа его расчет оборонял перекресток дорог между Россошью, Острогожском и Воронежем. И он руководил этим расчетом. В ходе операции был подбит один танк, но так случилось, что весь его расчет погиб, он остался один. Он продолжил сражаться, и несмотря на тяжелое ранение, когда его орудие было уже разбито, он бросился под надвигающийся немецкий танк со связкой гранат и погиб. После чего в 45-м году за мужество и отвагу он был достоин звания Героя Советского Союза, ребятам удалось этот документ получить в архивах, действительно, у нас есть его копия. Также был награжден Орденом Ленина и навечно зачислен в списке личного состава воинской части. Нас, конечно, очень глубоко тронула его судьба, потому что это был человек, который близок к ребятам. Ему 19 лет, 20 еще не исполнилось. Он был такой же москвич, как и мы. И каждый раз мы, наверное, задумывались, как должен был чувствовать себя человек, о чем он должен был думать, чтобы такой подвиг совершить, чтобы свою жизнь принести жертву других людей. На самом деле мурашки начинают идти по телу, когда ты понимаешь, насколько юными многие погибали. Я расскажу сейчас маленькие примеры своей жизни. У нас в заповеднике есть Фишерстенский перевал. И как-то я вел группу, и там тоже мемориальная доска в память о погибших воинах Великой Отечественной войны. Там достаточно много фамилий, имен. И когда я увидел года рождения и года смерти тех, кто там запечатлен на этой мемориальной доске, просто это в ужас повергает, потому что не было ни одного парня старше 22 лет. И когда ты понимаешь, что твои ровесники погибали, это никак нельзя, ну, я не знаю, это просто шок, и вечно им слава за то, что они делали. Да, вот мы как раз, когда находились на братской могиле, я тоже обратила внимание, мы проходили, читали записи, ну, кто-то был, чьи-то имена были известны, да, если удается найти какие-то данные, да, сохранившиеся жетоны, это здорово. Но иногда это просто без имен и только даты. И на самом деле, вот 22 года, это был тот возраст, который, наверное, самый старший, да, вот те ребят, которые погибли именно там вместе с играми находились. Это ужасно. Но это чувствуешь на себе. Да, на самом деле, давайте продолжим и перейдем, вернемся к вопросам. Елена, вот я знаю, что вы готовили урок в Московской электронной школе, но этот урок был необычным. Чем он был необычным и как он проходил? Когда мне предложили это сделать, я думала, на каком материале основываться. Ну, наверное, про поход мы ребятам уже рассказывали очень много, да, ученикам нашей школы. И много рассказывали про подвиг. Думаю, что такого вот можно донестись, чтобы они прочувствовали до конца, чтобы они поняли, насколько это человеческая жизнь, да, что это не просто какая-то история. И мне попались письма Игоря. И как раз-таки я решила построить этот урок на его переписке. Переписка была между матерью Игоря и между его невестой. И причем даты, которые были обозначены на этих письмах, да, это были вот последние годы, последние дни его жизни практически. Когда этот урок я готовила, я настолько прочувствовала ситуацию, у меня создавалось впечатление, что он находится просто рядом со мной. Я просто слышала его голос, слышала голос его матери. У меня текли слезы, я не могла остановиться, пока я сама это делала. Конечно же, этот урок я потом показывала своим ученикам. В основном это были 7-9 классы, в которых я преподаю. И что удивительно, по окончании этого урока ребята действительно прочувствовали до конца, наверное, на себе, всю боль, которую переживала мать, проводившая сына, и готова была пожертвовать, отдать его ради защиты своей страны. И как он ее подбадривал, какими словами. Для них эта история стала действительно такой абсолютно живой. И в конце урока они сидели настолько притихшие и подавленные, что даже ничего не хотели говорить. То есть бесполезно было попросить от них какую-то обратную связь. Я видела, что у многих из них текли слезы. Я поняла, что она сделала достаточно важное дело и достучалась до их души, что для них это перестало быть словами издалека, какими-то лозунгами, что они поняли, что это действительно человеческая жизнь. Такого же человека, почти их ровесника, который совершил этот подвиг. Ну и интересно, в ходе исследования нам попалась тоже такая запись, что его прадед был, оказывается, участником войны 12-го года. И даже принимал участие в Бородинском сражении, в заграничных походах русской армии. А ведь это тоже связь поколения. Понимаете, вот человек был воспитан, и, возможно, в таких традициях, значит, так нам нужно воспитывать и своих детей, чтобы они в свой черед могли продолжить эту связь. Да, на самом деле, то мужество и отвага, с которым люди шли на фронт, это очень сильный и нужный пример, потому что важно, чтобы в нужную минуту ты мог, так сказать, чем-то пожертвовать. Но будем надеяться на то, что нас ждут только светлые времена. И вашим воспитанникам, Очень хочется надеяться. Ребятам, которые живут на всей планете Земля, никогда не придется принимать выбор, бросаться на амбразуру или нет. Вот. Делена, расскажите, пожалуйста, о самом походе. Сам поход — это удивительная история, как бы уже более, наверное, такая веселая, спокойная. Для того, чтобы отправиться в пятидневный поход, мы, конечно, сначала провели такую тренировку и отправились в село Языково Дмитровского района. Это происходило в сентябре этого года учебного. Значит, почему мы выбрали именно это место, тоже не случайно, оно связано с именем нашего героя, потому что в 1941 году там велись ожесточенные бои. И силами 71-й отдельной морской и стрелковой бригады, на базе которой в 1942-м уже была сформирована дивизия, в которой впоследствии воевал и совершал свой подвиг Игорь Пангальц. Действительно, это такая вот прямая связь, поэтому маршрут был выбран не случайно. Удивило нас то, что это практически ближайшая Подмосковья, оживленный населенный пункт, но неожиданно для себя мы сделали очень интересные находки. Недалеко от памятника мы обнаружили, например, настоящую землянку. Представьте себе, которая сохранилась со времен Великой Отечественной войны. Мы даже не сразу поняли, что это была землянка. Ребята начали раскапывать, и мы действительно нашли кладку, печную трубу. Стало абсолютно понятно, что это именно землянка, а не что иное. Недалеко от памятника также мы нашли проржавевшую каску и автоматную ленту. Это была такая удивительная находка. Столько лет уже прошло, практически в ближайшее Подмосковье, а эти вещи сохранились и практически находились в зоне видимости. Их даже не нужно было проводить эти раскопки, чтобы их обнаружить. Эмоции, конечно, они получили абсолютно другие, прикоснувшись к живой истории, практически, можно сказать, руками. И самое главное, что ребята сами приняли решение, что в апреле, вот мы хотели это сделать в апреле месяце, что они вернутся на это место и внесут свой собственный вклад. Они хотели покрасить памятник, они хотели убрать мусор, расчистить дорожки. Это действительно была их целиком полностью, их идея опять-таки. Мы уже запланировали этот поход на апрель месяц, но, к сожалению, из-за сложившихся обстоятельств нам пришлось его отменить. Они очень расстроились, в группе мы обсуждали, группа у нас хранена с тех пор, как был организован наш основной поход. Они переписываются, они поддерживают друг друга и действительно очень сильно расстроились. Причем к нам хотели присоединиться не только старшеклассники, но и седьмые классы. Это вообще, наверное, очень важно, потому что среди моих участников, моей команды, четверо ребят, одиннадцатиклассников, которые покинут в этом году школу и с нами уже не смогут продолжать эту деятельность. Важно, чтобы у них тоже была смена. Вот мы хотели семиклассников взять с собой, обучить их находиться и в походе и привлечь их к той идее, которой мы все загорелись. Ну, наверное, может быть, рассказывая про основной поход, это был поход по Воронежской области с 7 по 11 октября. И 5 дней мы прошли 57 километров, хотя думали, что будет гораздо меньше. Рассчитывали мы где-то примерно 43, но по ходу получилось, по ходу дням у нас получилось действительно около 57 километров. Мне кажется, что можно, наверное, в этот момент посмотреть сначала ролик, который мы приготовили, как это проходило, а потом я еще немножечко расскажу и поясню, где мы были, по каким местам проходили и что для нас оказалось ценным. КОНЕЦ Лунный свет и холодный блеск планет нам указывают путь. Эль в мехах, лес в мерцающих огнях нам дают передохнуть. Мы обречены, смешались реализмы. От вражеских глаз леса скроют нас, ее звуки фраз. КОНЕЦ Пройти свой путь, он ведь один и с него не свернуть. Пусть не знаешь зачем и не знаешь куда ты идешь. Пройти свой путь, ты не сумеешь назад все вернуть. И не знаешь пока, что в конце дубега ты найдешь. День войны, боль моей чужой страны нам промедлить не готов. Ветер с гор, свет из левиных озер нам усилий предоток. Мы обречены, смешались реализмы. От вражеских глаз леса скроют нас, ее звуки фраз. Пройти свой путь, он ведь один и с него не свернуть. Пусть не знаешь зачем и не знаешь куда ты идешь. Пройти свой путь, ты не сумеешь назад все вернуть. И не знаешь пока, что в конце дубега ты найдешь. Продолжение следует... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пройти свой путь Он ведь один и с него не свернут Пусть не знаешь зачем и не знаешь куда Ты не идёшь Пройти свой путь Ты не сумеешь назад всё вернуть И не знаешь пока, что в конце дубика Ты найдёшь ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И его эфир Слушайте, приятно видеться счастливые, довольные, заинтересованные лица А я напоминаю всем нашим телезрителям, что мы находимся в прямом эфире Вы можете нам дозвониться под номером телефона, который видите на экране Также задавать свои вопросы в комментариях Мы обязательно их озвучим и зададим А я знаю, что пока шёл ролик, к нам дозвонились Телезрители, давайте принимаем звонок Алло, здравствуйте Алло Алло Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, вы в прямом эфире Добрый день, Елена Александровна Здравствуйте, Николай Александрович Узнаю ваш голос Вопрос к руководителю походы Здорово, что мы своих героев знаем, помним и будем их помнить Но наши союзники бывшие, нынешние партнёры До сих пор, спустя 75 лет, оспаривают преимущество Кто же победил в этой войне Потому что они не знают наших героев Русских текстов не читают, русского интернета До них тоже не доступен Вопрос Могут ли ученики вашей школы Тексты о вашем герое разместить в интернете на языках наших союзников Или партнёров Спасибо Спасибо большое, Николай Александрович Спасибо за вопрос Мы вообще думали над этой идеей Действительно, я думаю, что это вполне возможно Просто мы сейчас уже собрали весь материал, который действительно можно размещать на различных сайтах И я думаю, что учителя английского языка, точно английского языка помогут нам в этом Ну, по крайней мере, на этом языке мы точно сможем разместить материалы Возможно, даже на немецком Хорошая идея, спасибо большое Я думаю, что сейчас у нас будет побольше свободного времени, когда закончится процесс обучения Он дистанционный, он очень сложный, отнимает очень много времени И мы уже сможем заниматься теми делами, которым нам действительно лежит душа Я думаю, что мы это обязательно сделаем Спасибо большое С одной стороны, это может быть хорошая учебная, проектная работа, в общем-то Да, и не надо её лишать отметки С другой стороны, до наших, до нашей молодёжи надо, может быть, донести эту мысль Что война-то отечественная, великая, продолжается Оспаривают победу у нас, отнимают у нас победу И защищать, их очередь приходит защищать дело дедов и прадедов Вот как-то так Да, это уже будет путь героя для них, да, собственно говоря Они могут сами стать героями, защитниками своей страны Я полностью согласна с этим Эту идею мы обязательно не оставим без внимания Сейчас только закончим дистанционный процесс обучения И будем заниматься уже такими вещами, также размещением материалов в соцсетях, да, в интернете, где это возможно Удачи вам, удачи, надеюсь, увидимся Спасибо Увидимся обязательно, ждём Спасибо Ну, я немножко, наверное Вернёмся, да Немножко к походу, да Здесь мне хотелось бы, конечно, завершить, да, вот такую историческую часть, патриотическую часть нашего похода И сказать, что 57 километров мы проходили от села Первое Сторожевое до села Картаяк Маршрутная нитка пролегала по местам ожесточённых боёв лета 42-го года Там действительно очень много можно находить различных артефактов Но мы шли конкретно после дам Игоря От места приправы до места его захоронения И у нас, кстати, родилась идея, ребята в процессе поисковой работы обнаружили некоторые документы Что захоронен он на самом деле не там, где находится его могила И как раз вот этим летом, если всё сложится удачно, мы отправимся обратно в Воронеж И попытаемся, используя эти документы, ну, может быть, если нам повезёт, да, может быть, мы найдём останки Игоря А может быть, кого-то ещё из бойцов У ребят есть некоторые точки, да, они смотрели документы архивов И такая идея у нас возникла Ну, что самое интересное, в этот раз нам всё-таки тоже удалось найти ценные вещи Ребята обнаружили такие артефакты боёв 42-го года Ценный знак «Гвардия», фрагменты советской 45-мм пушки Фрагменты танковой брони, советскую каску, холки, уголька, по-моему, она называется И эти артефакты отправились в наш музей Ребята их бережно упаковали, они стали, в общем-то, уже достоянием нашего школьного музея Но мы не теряем надежды, да, что границы для нас будут открыты Мы сможем вернуться летом в августе в Воронежскую область, чтобы продолжить свою деятельность И попробовать отыскать настоящее место захоронения, если это действительно так Потому что сведения очень разные Но не только, конечно, этим цены похода Не только тем, что мы ребят приучаем любить свою страну, прикоснуться к её живой истории Я для себя заметила удивительную вещь, что такие походы ребят очень сильно меняют Меняют в лучшую сторону Мне, можно сказать, повезло Группа у меня была достаточно сильная и подготовленная Четверо одиннадцатиклассников уже прошли походные этапы Они участвовали в проекте «Директоров поход» в мае прошлого года Они были в Краснодарском крае И действительно, это были люди, на которых можно было опереться Они себя вели как настоящие лидеры Я иногда даже задавала какие-то вопросы Они что-то мне помогали, объясняли И каждый из них в один из дней был лидером дня Что меня удивило? Представляете, что я практически не вмешивалась в их деятельности Они сами с утра вставали, назначали дежурных Решали, кто за что будет отвечать в этот конкретный день И ребята, остальные члены группы беспрекословно их слушались Но у нас с самого начала было заведено такое правило, что слово «руководитель» — это закон, что оно неоспоримо И на эти дни они действительно принимали Остальные участники похода принимали, что это руководители Такие же, как я, взрослая И, в принципе, мне практически не приходилось им в чем-то помогать Ну, возникали какие-то редкие, да, крайние вопросы Которые я могла помогала им решать Но в основном они действительно все делали сами Интересная ситуация у нас еще произошла с готовкой пищи Две девчонки, их всего было две в походе Они сами попросились отвечать за именно приготовление пищи бессменно То есть они нам готовили завтраки, обеды и ужины Причем они тоже это делали совершенно самостоятельно Ребята им немножко помогали, только подносили продукты, да, приносили им воду Девочки чувствовали себя королевами Потому что каждый раз после каждого обеда Они слушали огромное количество комплиментов Насколько они вкусно готовят Ну, там ролики, наверное, видели, да, как выстраивались из-за добавки, ребята Действительно интересно, что эти девчонки в школе были такие совершенно замкнутые, неразговорчивые А тут вот как-то совершенно изменились, да Стали активными, в общем-то, еще так и строили мальчишек походу Чтобы они соблюдали очередь, не съели лишнего, да Там следили за тем, чтобы все миски были заполнены Не дай бог, чтобы кто-то, собственно говоря, что-то съел там больше или меньше, да Только повстал, как все позавтракали, пообедали, они уже разрешали брать добавку Вот, еще одна интересная история у нас произошла с мальчишкой Это наш музейщик, активист Еще четыре человека, да, девятиклассников были в моей группе Они тоже имели неопределенный опыт, но они не ходили в пешие походы Они в радиальных походах как раз вахту памяти проводили То есть жить в таких условиях для них достаточно комфортно и привычно А вот переправляться с одного места на другое, конечно, было сложновато Вот один из наших героев, Витя, ночью вдруг почувствовал, что ему холодно стало Ну, ребята ему сами предложили такой интересный способ согреться В котелок положить раскаленные камни, да, они их нагрели на костре Закрыли этот котелок, в общем-то, да, мы соблюдали безопасность в первую очередь И отправили этот котелочек в палатку И, собственно, следующую ночь у нас уже очень сильно повысилась температура Был там плюс, ночью плюс 6, да, днем плюс 12, холода такого не было И мы про эти камни благополучно забыли И вот только когда мы оказались на вокзале уже в Воронеже, мы собирались уезжать Нам нужно было сдать рюкзаки в камеру хранения Что-то мы, Витя, на рюкзаке захотели найти, уже не помню сейчас точно что Когда он начал доставать вещи, я вдруг увидела, что котелок с этими камнями лежит у него в рюкзаке То есть он благополучно 3 дня носил их с собой Забыл ли он об этом случайно? Или же идея привезти их действительно как памятный сувенир Но это были такие хорошие булыжники Потому что когда его встретили родители на вокзале И вопрос, который им задали, говорит Ну что, на этот раз каких камушков Витя привез на память? Мы подумали, что это была, может быть, даже не случайная идея Но мы долго смеялись потом над этой историей, конечно Вообще было очень много шуток У нас вообще была шутка дня обязательно А мы ее записывали в своем журнале Потом мы публиковали эти шутки на сайте школы В общем-то долго, конечно, вспоминали Вот этими воспоминаниями живем, наверное, еще до сих пор И, конечно, мечтаем продолжить нашу походную деятельность Летом это идея вахты памяти А с сентября месяца, хотя мы уже и в мае У нас было очень много планов, на самом деле Которым не суждено было сбыться И мы маленьких детей хотели привлечь И в туристических слетах хотели поучаствовать И в учительских, и в детских слетах В общем-то все уже было запланировано Были собраны команды Но, к сожалению, нам не удалось это сделать И я так даже поняла, у нас две группы Должны были отправиться с лаборатории путешествия Как раз-таки на Рубикон А тоже для детей это была большая трагедия Что мы это сделать не смогли, к сожалению Ну, надеемся, что у нас впереди Будет еще такая возможность И мы горим идеей У нас туристский клуб будет существовать И развиваться Идей действительно много Я думаю, что все мы сможем В последствии реализовать Вот такая интересная история Слушайте, Елена, вы прямо ответили сейчас Своим рассказом на все наши Заранее подготовленные вопросы Я уже так вот сказала Вот ответ на это Ага, вот ответ на это Слушайте, очень классно, что вы горели Своими идеями Что вы действительно хотите развивать Туризм и прививать его детям И самое классное, что дети Идут за вами и ведутся на все ваши Авгонтюры И стараются с вами как-то реализовать Эти планы А на другую плану я уверена Что обязательно, обязательно Вы попадете не один раз Спасибо Ну и сейчас, наверное, в завершение Хочется добавить, да Ваши слова подтвердить У меня есть такой девиз Да, действительно такой девиз учителя Огонь разжигается огнем Личность формируется личностью Когда у тебя у самого горят глаза Тогда только можно за собой вести людей И тогда ты передаешь частицу Вот этого своего огня в их душе И действительно формируешь в них личность Для этого надо быть сначала Самой личностью Сильной личностью И я, например, благодарна организаторам Также учительского похода Он очень много чего меня научил Я хочу с удовольствием Да, вот мы все даже хотим Вся наша группа хочет продолжить этот поход Мы хотим уже отправиться На вторую категорию сложности Мы готовы преодолевать эти трудности Чтобы потом проходить их со своими детьми Но вот действительно себя нужно к этому готовить Самому быть сильной очень личностью Когда они пойдут за тобой Да, действительно, золотые слова Очень важные Я уверена, что у вас все получится Потому что вы горите Спасибо Я горю Это стало моей жизнью Да, возьму на заметку Такую замечательную фразу Потому что она действительно несет в себе огромный смысл И так и есть Нужно все показывать на своем примере И спасибо вам за то, что вы Сегодня в эфире нашего канала Про поход ТВ Показали на своем примере Как важно и как можно Поддерживать память о наших предках Как можно рассказывать интересно об этом И то, что наши предки Они очень достойны того Чтобы мы о них помнили И о том, чтобы мы стремились узнать о них как можно больше Спасибо вам большое за ваш рассказ А по поводу походов Зовите нас тоже с собой Мы с радостью присоединимся Да, обязательно, да Мы хотели, мы планировали пригласить По крайней мере, своего руководителя Антона Да, я приглашала Да, если бы у нас все получилось То он бы был с нами Ну и Кирилл Я бы всех вас помню, люблю И действительно с вами вообще очень интересно Всегда знаем, что вы бы внесли свою зимонку В нашу туристическую и туристскую деятельность Все время справляю Сейчас мои руководители будут меня ругаться Говорят туристическую и туристскую деятельность Говорить правильно, да Спасибо вам огромное, что пригласили И дали возможность рассказать о том Что для меня важно и ценно И то, чем живет и горит моя душа Спасибо огромное Спасибо вам большое Ну, наверное, всего доброго